Как феминистки повлияли на светофоры в Австралии и кто в честь 8 марта составил компанию манхэттенскому быку? Об этом и не только в нашем обзоре. На Мальте обрушилось лазурное окно. 28-метровая скальная арка естественного происхождения рухнула утром 8 марта. Достопримечательность была объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и излюбленным местом туристов. Рухнула арка из-за естественной коррозии. Куски известняка откалывались от скалы вот уже несколько лет. Одну из длиннейших в мире дамп строит Кувейт. Длина моста 36 километров. Кувейт планирует инвестировать 100 миллионов долларов в так называемый шелковый город. Богатая нефтью арабская страна хочет оживить торговый путь по древнему шелковому пути и создать крупную зону свободной торговли, соединяющую Персидский залив с Центральной Азией и Европой. Женские светофоры установили в Австралии. Человеческие силуэты одели в юбке на 10 светофорах Мельбурна. Эксперимент по просьбе феминисток продлится год. Новшество вызвало бурное обсуждение. Многие недовольны, дескать, внедрять в умы идею равенства полов следует более серьезно. Возле легендарной статуи быка на Манхэттене установили новую скульптуру к 8 марта. Она символизирует расширение возможностей женщин. Бронзовая статуя будет ежедневно напоминать о гендерном равенстве представителям бизнес-структур, которые смогут видеть монумент из окон своих офисов на Уолл-стрит. Умный замок для велосипедов придумали разработчики в Южной Корее. Работает он с помощью смартфона. Автоматически блокирует переднее колесо, когда владелец отдаляется от транспортного средства. Если кто-то попытается взять велосипед, включается сигнал тревоги. Вскоре привязывать свой двухколесный к трубе или перилам уже не придется, обещают разработчики. Теперь искусство станет более доступным. Программисты создали приложение Shazam для живописи. Новая программа для мобильных телефонов позволит узнать название, автора и историю картины. Стоит только навести ее на камеру. А еще покажет комментарии друзей и самих художников. Smartify будет распознавать не только картины в музеях, но и репродукции на открытках или плакатах. Заработает приложение в мае этого года.